Во время празднования Дня Республики зарегистрировано меньше нарушений общественного порядка, чем в обычные дни. Такие данные приводит Министерство внутренних дел по Чувашии. Все запланированные мероприятия прошли успешно. Успешно прошла встреча с делегацией Беларуси. Уже имеется ряд договоренностей с предприятиями электротехнического кластера Чувашия о поставках и закупках различного оборудования. На Чуваксарский экономический форум съехались более тысячи участников из 25 регионов и ряда зарубежных государств. 34 субъекта России делегировали свои коллективы народных мастеров на фестивале народного творчества. Подведены итоги первой летней смены в загородных и пришкольных лагерях. Всеми формами отдыха и оздоровления охвачено более 47 тысяч детей, в том числе более 26 тысяч, находящихся в трудной жизненной ситуации. Показатель оздоровительного эффекта, определяющий результативность организации оздоровительной компании, в первую летнюю смену достиг 92% против 91% в 2014 году. Обсудили и подготовку к выборам главы Чувашии, которые состоятся 13 сентября. Сегодня выдвинуты 9 кандидатов, среди которых временно исполняющие обязанности главы республики, два действующих, один бывший депутат Государственной Думы, депутат городского собрания. В настоящее время идет очень важный этап избирательной кампании, от которого зависит ее успешность. Это поддержка выдвинутых кандидатов со стороны депутатов представительных органов местного самоуправления. Тот самый так называемый муниципальный фильтр. И вот здесь хочется призвать все-таки действующих депутатов руководствоваться не только, вернее, не столько, наверное, партийными интересами, а в первую очередь интересами республики, здравым смыслом и поддержать действительно достойных кандидатов, которые могут и должны участвовать в выборах. Временно исполняющий обязанности главы Чуваши Михаил Игнатьев заметил, всем кандидатам, выдвинутым на пост главы республики, власти намерены оказать поддержку. В частности, такая просьба уже высказана в адрес работников органов местного самоуправления, членов Единой России. Всем тем кандидатам, которые выдвинуты, прошу оказать содействие, чтобы они собрали достаточно подписей, чтобы они смогли зарегистрироваться. Выборы должны проходить открыто и конкурентно. Это моя принципиальная позиция была, есть и будет, независимо от того, что я тоже выдвинут кандидатом на должность главы Чувашской республики. Поэтому, где какие-то сигналы, передавайте мои высказанные слова, никакого административного ресурса использовано не будет.